В детстве он мечтал стать футболистом, но попав на легкую атлетику, в ней остается по сей день. Сначала занимался беговыми дисциплинами, особо ничем себя не проявлял. Принял предложение тренера попробовать силы в спортивной ходьбе. Став скороходом, пробился на Олимпиады в Пекин, Лондон и Рио-де-Жанейро. В команде стал победителем Кубка Европы и Кубка Мира, призером командного чемпионата мира на дистанции 50 километров. С учетом тренировок трижды прошагал вокруг земного шара и останавливаться на этом не собирается. На кого равняется самый опытный скороход в составе сборной Украины Сергей Будзо? Чему стремится и о чем мечтает в программе «Цена Победы»? Знак зодиака? Стрелец. Цвет глаз? Кары. Любимое время года? Лето. Любимый напиток? Вода. Любимый цветок? Роза. Предмет в школе? Физкультура. Хобби? Футбол. Природа. Девиз? Работа и труд все перетрут, скажем так. Чем больше ты сцепил зубы, стараешься, оно рано или поздно все равно будет результат. Главное не отступать. Дистанция в 50 километров или полтина, на которой специализируется Сергей Будзо, многих повергает в шок. Правильно распределить силы. Не отпустить соперника в начале и включиться в борьбу за высокие результаты в конце – вот залог успеха. Вроде бы все предельно ясно. Шагай и жди своего момента. На практике все намного сложнее. Выдержать темп и преодолеть марафонские 50 километров – задание архисложное. Дистанция как бы коварная. Если быстро начнешь, то очень тяжело будет заканчивать. Сначала идут первые километры, там, втягивающие идут, легко, непринужденно. А потом, конечно, уже где-то, как у нас говорят, до 40 километра ты должен идти спать, отдыхать. А уже последних, грубо говоря, 10 километров уже надо включаться в работу и стараться. Неплохим результатом считается, если 50 километров выходишь за 4 часа. Когда дистанцию преодолеваешь за 3 часа 40 минут, можно смело рассчитывать на медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Обычно организаторы старт на этой дистанции назначают на раннее утро, когда солнце еще не поднялось. Но в любом случае половину дистанции, если погода не испортилась и не идет дождь, спортсмены преодолевают под палящим солнцем. Это марафонская дистанция, ее, конечно, много не походишь. В основном мы ходим два раза в год, весна и осень. Потому что летом такие чемпионаты не проводятся, потому что жарко, как правило. А это марафонская дистанция, поэтому погода в нашем виде спорта играет очень важную роль. Рекорд Сергея Бузы на дистанции 50 километров в 3 часа 47 минут 36 секунд. Вот его основной соперник на трассе. Именно с ним он и ведет свою борьбу на каждых соревнованиях. Естественно, подстраивается под скорость соперников, под самочувствие на дистанции. Во время подготовки тренирует выносливость. Без нее в этой дисциплине никуда. В зависимости от тренировки увеличивается или уменьшается объем километров. Есть такие тренировки, которые 40 километров за одну тренировку мы идем. А есть такие тренировки, что 10-12. То есть восстановительные, как правило, такие тренировки. После очень тяжелых тренировок идут на следующий день восстановительные. Чтобы было лучше ориентироваться, в среднем за день, а в день две тренировки от 25 до 35 километров. С 2017 года личным тренером Сергея Будзы стала Анна Коваленко. Ситуация нетипичная. Во-первых, девушка. Во-вторых, младше самого спортсмена. Но недоразумений никаких не возникает. Субординацию Сергей соблюдает. Понимает, что работает на общий результат. А тренер от сотрудничества с таким опытным спортсменом не нарадуется. В подопечном выделяет множество положительных качеств. Он очень сильный морально. Человек может при любых жизненных ситуациях подняться. Он может найти для себя мотивацию. Для мужчины это, конечно, большое качество. Он трудолюбивый. Он будет делать до последнего. Даже если у него что-то болит, он будет стараться делать это. Я это очень уважаю в спортсменах. Он не ноет. Есть такое выражение. Это тоже радует. С ним работать легко, скажем так. У меня нету с ним каких-то противоречий. В семье Сергея спортом никто не занимался. Но с раннего детства мир спорта его заворожил и пленил. Играл в футбол, занимался борьбой и айкидо. Но прославился в легкой атлетике. Когда я только первые шаги делал в спорте, то есть я всегда мечтал быть профессиональным футболистом. Мечтал. Карьера футболиста для меня была, ну, то есть это вообще предел мечтаний. Ну, а потом с футболом не сложилось, как бы, был в легкой атлетике. Ну, само собой, Олимпийские игры. Как ни крути, то есть для спортсмена, профессионального спортсмена попасть на Олимпийские игры, это высшее всего. После того, как Сергей принял судьбоносное решение и задумался сменить беговые дисциплины на спортивную ходьбу, некоторое время он еще сомневался. Убедил о том, что раньше высоких результатов в беге он не показывал, а вот относительно ходьбы была неизвестность. Мало ли, а вдруг получится? Получилось не сразу. В отличие от бега, в спортивной ходьбе необходим багаж знаний и опыта. Первые соревнования особо я ничего там не выигрывал, как бы, то есть про результат было тогда говорить рано, как бы, то первые, я только начал результаты где-то показывать, только через два года примерно, где-то вот так вот первые пошли. Через три года я уже отобрался на первый свой Кубок Европы по юниорам, 10 километров мы шли там. В 2003 году в Чебоксарах в России проводился Кубок Европы. Вот это первые мои соревнования такого уже более-менее европейского уровня. Через пять лет Сергей Будзо пробился на свои первые в карьере Олимпийские игры. В Пекине 2008 ему было 23 года. Когда я отобрался, я, конечно, плакал. Реально, я плакал, у меня была мечта попасть, и я, когда на Кубке мира отобрался, я плакал. Великолепная организация Олимпиады в Китае Сергея впечатлила. А еще запомнилась жара на дистанции. Плюс 38 в тени и все 50 по Цельсию на солнце. На трассе не деревца, спасались с прохладительными напитками и душевыми установками, которые стояли по всей дистанции. У нас ехало три человека, я был самый младший. Как бы опыта особо такого не было. Там, конечно, были ребята покруче и поопытнее меня. Там, это Алексей Казанин, Алексей Шелест, как бы, то они были намного титуловеннее на тот момент и намного опытнее меня. А я, как бы, зеленый, скажем, сейчас так, для нашего вида спорта, так я вообще, скажем, так, был без опыта на тот момент. Из трех украинских представителей на дистанции 50 километров в Пекине 2008 Сергей Будзо показал самый высокий результат. Занял 24 место. Через четыре года вновь стал участником Олимпиады в Лондоне. Планировал результат Пекинской Олимпиады улучшить. Я понимал, что за медали бороться там нереально. Как бы, ну, цель стояла показать свой личный, ну, или личный рекорд, или season best, как бы, то есть, быть желательно среди украинцев первым. Но не сложилось, не сложилось, потому что, как бы, чуть-чуть пошло у меня отравление. Ну, такое, не сильно тяжелое, а легкое, как бы. Но оно все равно дало по печени чуть-чуть, по желудку. Сергей терпил и ждал, когда откроется второе дыхание, когда дискомфорт уйдет. Думал, что до финиша дойти не получится, но, чтобы сойти с дистанции на Олимпийских играх, такие мысли он сразу отгонял от себя. 50 километров я сошел только два раза. Сошел два раза, а прошел 27, вроде ли, да, 27 полтин прошел, и всего два схода, как бы. Бывают, бывают такие критические состояния, когда ты уже реально не моешь. Бывают такие, но, как бы, но это не только у меня, у многих спортсменов. Где-то что-то не получилось во время подготовки, где-то что-то внезапно вылезло по ходу дистанции. В Рио-де-Жанейро в 2016 году Сергей был уже опытным турнирным бойцом. Бразильская жара не смутила. Здесь он показал свой лучший олимпийский результат и по времени, и по завоеванному месту. В итоге финишировал 18-м. Я прошел, в принципе, неплохо. Я показал season best, лучший результат сезона, и был первый среди украинцев. Ну, там тоже погода была не фонтан, тоже жара была, все тоже под открытым небом было. То есть проходило возле океана, то есть и набережная была, океан рядом. То есть, как бы, тоже условия такие жаркие, скажем так, были. Хоть погода и играет важное значение в преодолении этой марафонской 50-километровой дистанции, но самое главное – настрой в голове. Сначала нужно пройти все мысленно, быть готовым к этому изнурительному челленджу. Здесь очень важно психология спортсмена. Не каждый спортсмен на паутину еще готов. Это очень тяжелые тренировки, адски тяжелые, они длинные. И здесь важно соблюдать и длин, и километраж, и скорость. И выдерживать это морально, саму полтину. То есть вы только подумайте, 50 километров, не все на это готовы. Люди обычно и слышат, они просто в ужасе. А здесь надо идти еще технично правильно, нужно быстро идти, чтобы быть в топе. Профессия спортсмена подразумевает не только победы и пьедесталы, увиденные континенты и страны, но по ту сторону медали находится разлука с родными и близкими. Дома в Белой Церкви Сергея с бесконечных тренировочных сборов и соревнований ждут жена Оксана и детишки Дарина и Максим. С женой познакомился в магазине, она работала кассиром. Разговорились, познакомились, обменялись телефонами. Любимое занятие Сергея – прогулки с семьей, любимые блюда – мясные. Полюбляю пельмени, шашлыки. Он любит пельмени, шашлыки, помогает мне в повседневной жизни, помогает по дому, любит играть с детьми. Как отец он просто замечательный, мы его все обожаем. Со сборов мы его все ждем всегда. Говорят, чужие дети растут быстро. Сергей утверждает, что и за своими не успеваешь замечать, как вытягиваются. Особенно, когда ты регулярно на сборах, ты приезжаешь, ты уехал, дети одни, ты приезжаешь, они уже все по-другому умеют. Ты уезжал на сбор, он был одного роста, ты приехал, три недели тебя, месяц не было, ты приезжаешь, он уже на 2-3 сантиметра вырос, а оно в глаза бросается. Когда ты долго не был дома, оно реально бросается в глаза. Семилетняя дочка Даша часто посещает тренировки папы, болеет за него на домашних соревнованиях. Еще не решила, кем станет, но физкультура, как и у Сергея Будзы, в свое время, входит в список любимых предметов в школе. Математика, труды, музыка. Репетиции, физкультура. Я бы хотела, чтобы мои дети занимались спортом, но время покажет, смогут ли они, как папа, быть профессиональными спортсменами. Но чтобы занимались спортом, это обязательно, чтобы были задействованы. Сегодня Сергей Будза – пример для своих детей и многих скороходов. Сам он раньше равнялся на звездных ходоков поляка Корженевского, эквадорца Переса и украинца Голубничева. Это Роберт Корженевский был, потом эквадорец был Джефферсон Перес, ну он 20 ходил километров. Ну и наш украинский Владимир Голубничий тоже, как бы, можно было... Ну я уже не застал его, конечно же, он намного раньше завязал уже. Ну, его, как бы, заслуги мы знаем, видел тоже много роликов в интернете с ним. Ну, вот эти три человека, которые реально... С них должен, наверное, каждый ходок, каждый спортсмен брать пример. За последнее время конкуренция в сборной Украины среди ходоков очень выросла. Подросли результаты. На последнем чемпионате Европы в Берлине золото на дистанции 50 километров выиграл коллега Сергея Будзы по сборной Марьян Закальницкий. На командном Кубке Европы в литовском «Алитусе» в мае 2019-го Сергей Будза вместе с Иваном Банзыруком, Дмитрием Собчуком и Валерием Летанюком стали победителями Кубка Европы в команде на дистанции 50 километров. Хоть и соревнуются друг с другом, конкурентами себя чувствуют в последнюю очередь. Мы всегда идем, мы друг друга поддерживаем. Даже идем, если группа выстраивается, идем толпой, пункты питания стоят, пункты освежения. Мы даже сейчас шли в «Алитусе», мы шли с Ваней и Банзыруком. Как он мне подавал бутылки с водой, я ему подавал, мочалки подавали, обливаться, вытираться. Мы друг другу помогали. Ближайшие цели у Сергея Будзы связаны с отбором на Олимпийские игры в Токио. Тренер спортсмена, даже несмотря на суеверие, планы на четвертую Олимпиаду немного раскрывает. Наконец-то реализоваться на Олимпиаде, наконец-то войти в историю, писать свое имя, не просто как участник, а как, ну, скажем так, я более суеверный, не буду так говорить на более, но реализоваться. Четвертая Олимпиада должна быть самой успешной, должна быть самой запоминающейся. Сергей Будза – универсальный спортсмен. Хоть короной у него считается дистанция на 50 километров, для реализации задач может пройти и другие. Олимпийскими в спортивной ходьбе считаются полтина и 20 километров. Именно на 20-ке он собирается идти, чтобы отобраться на чемпионат мира 2019 года в Катар. Ради мечты готов на все. Конечно же, медаль на чемпионате Европы и мира в личном зачете хотелось бы, конечно же, ну и попасть на четвертую Олимпиаду в Токио. Зная, как работает на тренировках Сергей Будза, понимая, какой багаж опыта у него есть за плечами, можно не сомневаться, за путевку на четвертые Олимпийские игры в карьере он будет цепляться всеми мыслимыми и немыслимыми способами.